Повестка дня. Взвешиваем, оцениваем, расставляем приоритеты. Обсуждаем главные темы дня вместе с вами. Звоните по телефону 232 15 59. Повестка дня. На радио Вести ФМ. Добрый день. В студии Наталья Мамедова, Владимир Аверин и наш гость. Борис Соболев. Всем здравствуйте. Борис, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Сейчас коротко напомню, хотя историю все знают, суть нашей темы сегодняшней. Итак, фильм расследования телеканала ВГТРК «Коронованные особи» вызвал шквал комментариев в интернете. Особенно досталось автору фильма, тележурналисту Борису Соболеву. И особенно за фрагмент фильма с интервью победительницы конкурса «Миссис Россия-2012» Инны Жирковой. Она жена известного футболиста, полузащитника Анжи Юрия Жиркова. Так вот, молодая женщина не сумела ответить на самые простые вопросы. Журналисты, известный пример. Земля вращается вокруг солнца или солнце вокруг земли. Там много других деталей. Ну и вот теперь Борис Соболев получает в интернете и позитивные, и негативные отклики. Но это было одно. Есть прямые обвинения в фальсификации. Отмонтированное интервью исказило суть ответов Инны Жирковой и так далее и тому подобное. Больше скажу, пиар-менеджер Юрия Жиркова, Дарья Арсланова, в интернете грозит судом Бориса Соболева. Борис, ну первый вопрос, естественно, вам. Что вы отвечаете тем, кто вас обвиняет в монтаже? Ну, я могу только посочувствовать этой самой Дарье. Я так понимаю, что всем этим пиарщикам, там же целая пиар-служба, которая обслуживает команду, и в том числе членов семей, игроков. Люди получают хорошие деньги за создание положительного имиджа футболистам и членам их семей. Значит, я так понимаю, что после выхода этого интервью всей этой пресс-службе очень здорово влетело. Очень здорово. И они теперь вот изображают бурную деятельность. Значит, конечно, всё это полная чушь. Ну, кто там будет что фальсифицировать? Кому она нужна? Кому нужна эта, боже мой, Дарья? И никакой задачи целенаправленно сделать какой-то материал об этой инне не было и в помине. Это было всё это в рамках большого фильма-расследования, который мы готовили больше года, называется «Коронованные особи», посвящён мафии, которая устраивает конкурсы красоты. Совершенно мафиозный жульнический мирок. Об этом речь. И кроме этой инны у нас персонажей там несколько десятков. Мы рассказываем там о десятке крупнейших конкурсов, в том числе и мировых. Показываем всю эту мошенническую изнанку. И аналогичные вопросы задаём ещё там четырём или пяти участницам конкурсов. Там на уровне «За что Герасим утопил муму» и так далее. Должен вам сказать, что все остальные барышни отвечают ничуть не лучше инны. Здесь вот, понимаете ли, бремя славы мужа. Интернет подхватил именно две эти минуты из полуторачасового фильма, ну, потому что известная звонкая фамилия. Слушайте, вам как автору должно быть обидно. Вот вы создали такое расследование про серьёзные, действительно, с вашей точки зрения, важные в нашей жизни конкурсы красоты и как там действует мафия, значит, вот внутри этого дела. Люди вытаскивают две с половиной минуты действительно из этого, на всё остальное закрывают глаза. Вы должны теперь отчаянно жалеть, что вы вставили эти две с половиной минуты, которые перекрыли плод многолетних усилий целой команды расследователей. Ну, отчасти действительно обидно, и, честно говоря, сейчас мне уже жаль эту инну. Ну, жаль, потому что девушке и впрямь досталось от этого так называемого интернет-сообщества по полной программе совершенно. Ещё раз хочу сказать, посмотрите кино целиком, и не пускайте там жён своих, невест, тем более детей на эти мероприятия. Это просто безобразие. Слушайте, ваши слова сейчас могут быть услышаны таким образом. И не пускайте никогда своих жён и детей в лапы журналистов, потому что же кто знает, что они там спросят и что ваши жёны и дети ответят. Нет, нет, пускайте. Сначала купите им книжечки, чтобы чуть-чуть почитали, немножечко. Вообще это в школе должны делать. Подождите. А вот здесь вот вопрос вопросов, который волнует лично меня, например. Ну, давай. И поскольку у нас всё-таки повестка дня, это программа, в которой мы общаемся с нашими слушателями, то я для слушателей хочу предложить такой очень простой вопрос на наш смс-портал 5533. Не забывайте слово «Вести» в начале сообщения ставить. Скажите, я обращаюсь к мужчинам, конечно же. Скажите, пожалуйста, дорогие мужчины, вот рядом с вами 23-летняя красавица безусловная. Ну, красивая, красивая. В 17 лет вы взяли девочкой практически себе замуж. Она мать ваших двоих детей. Она любимая и украшение, естественно, вашей жизни. Вот скажите, в этой ситуации вам лично важно, знает она, кто такая Агния Барто или не знает она? Простите, простите, вопрос неконекционный. Я обращаюсь к мужчинам. Знает она, куда там солнце и земля или не знает? Вот она красавица, не умница, но при этом всегда хорошо выглядит. Она мать ваших детей и собирается вам нарожать еще многого. В каждом интервью она подчеркивает, что они... Ну, так и сидите, девушка, дома. Занимайтесь домашним хозяйством. Любите своего мужа, а вы лезете выигрывать конкурс. У вас есть амбиции соревнования. Как мужчинам же обращаешься. Хорошо, ладно, молчу. Вот ведь умная женщина, это катастрофа на самом деле. Это я подсказываю ответ. И в перерывах между этими родами она еще немножечко победила в конкурсе «Миссис Россия-2012». 5533, слово вести в начале сообщения. Мне важно, чтобы она была еще и эрудирована. Или мне не важно, лишь бы она была здоровенькая, красивая и деток мне рожала. Два варианта ответа. Самых простых, вот самых-то незатейливых. Если есть комментарии, то, пожалуйста, 232-1559, код 495, звоните. Вы звоните, не бойтесь, то, что у нас в студии Борис Соболев не отменяет формат нашего обычного общения. Звоните, задавайте свои вопросы и высказывайте. Более того, да, вы можете задавать свои вопросы и автору этого фильма «Расследование», и нам, и всем остальным. Но вот, правда, это первая мысль, которая родилась у меня. Нет, ну вот ответ по поводу... Красивая, правда, красивая. Да кто б спорил. Да. Конечно, красивая. И деток рожает, и хочет еще нарожать. Ну, тут вещь ведь какая. Значит, если говорить про Агнию Барто и Маршака, я спросил, кто такая Агния Барто? Кто такой Маршак? Мне было отвечено, что она не в курсе. Нет, главное, там было сказано, что она из матерей. Нет, а зачем знать Агнию Барто, Борис? Я объясню, это говорит ведь о том, это говорит о том, что она никогда своим детям не читает книжу. Ну, вот смотрите. Понимаете? Нет, подожди, Валыш. Подожди, секундочку. Мы моряки, плечи широки, крепкие руки, клешем брюки, жарко в кочегарке, в Африке не жарче, бьется пульс машинный, видно, что спешим мы. Ты сейчас что прочитала? Это стихи Агнии Барто. Слушай, Агния Барто – дивная детская писательница. Ну, да, но не прочитали детям вот этих стихов. Ну, там есть шикарный стихи Агни Барто. Ну, послушайте, этих не прочитали, и других не прочитали, и никаких не прочитали. Не правда, няня прочитала. Ну, вам же виднее, вы там, наверное, друг семьи. Не-не-не, я просто говорю, что, ну, это, с моей точки зрения, не так уж важно, если есть кому прочитать. Слушайте, с моей точки зрения, это очень важно. Я бы застрелился, если бы со мной была такая милая, красивая женщина, столь развитая. Ой, спасибо, Борис, вот очень мне ваша позиция. Ну, просто я бы от тоски убежал бы в лес, в скит, не знаю, в землянку зарылся, понимаете? Ну, я бы, это невозможно. Вот, именно поэтому вы не полозащитник Анжи, понимаете? А вы занимаетесь другим. Но это же не моя жена. Да, пожалуйста, если кому-то нравится, да флаг в руки. Давайте спросим у Романа. Давайте, ей звонок. Роман, здравствуйте. Добрый день. Ну, ваша точка зрения, давайте сегодня будем все краткими. Вы бы сбежали и застрелились, как Борис, или вполне бы радовались, как я? Вы знаете, вот есть такая хорошая пословица, да, то есть, с лица воды не пить, поговорка. Вот, то есть, красивая, да, ну, хорошо. Это поговорка про некрасивых женщин, Роман? Нет, ну, хорошо, пускай я их перефразирую. С мозгов не пить воды, перефразирую. Да, да, вот, ну, я бы на застрелился, вот честно, потому что человек, с которым, ну, практически не о чем поговорить, кроме, там, не знаю, бутиков, там, каких-то шоу и еще что-то, ну, это же кошмар. Понятно. Как она может быть хорошей матерью, если она элементарно не может, ну, не знаю, там, ту же Агнию Бартоу, там, процитировать наизусть, да, или еще что-то. Ну, извините меня, как бы мы все в детстве, да, читали эти книжки. Ром, простите, а вы, когда, вы женаты, да? Да, много детей. Отлично. А вы, когда поженились, сколько лет было вашей жене? Да, моей жене было, сейчас скажу, подождите, чтобы не соврать, а было 19. 19. Да. Вы занимались ее, ну, как-то образованием, или она уже к 19 была вполне сформированная личность? Мы в одном университете учились, поэтому как-то, ну, нам... А, вы из университета. Чиспорщик с образованием. То есть вы так заранее подумали. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас следующий звонок премиум. Борис, хотелось бы, чтобы вы еще одну вещь прокомментировали в интернете, помимо вот этих всех упреков фальсификации, на это вы уже ответили. Есть такого, знаете, ну, просто рода, это не обвинение, а просто замечание. Мол, Соболев задавал столь каверзно свои вопросы, что бедная милая девушка просто растерялась. Вопрос, кто автор Паланеза Агинского мог ее ввести в ступор. Она просто не поняла, что ответ есть в вопросе. Вы действительно славитесь такого рода вот формулировочками, чтобы специально сбить собеседника? Или вы ничего в этом страшного не видите? Я считаю, что моя работа журналиста заключается в том, чтобы наиболее полно раскрыть своего собеседника. Когда какие-то там пиарщики пишут, что интервью бралось так, чтобы показать Инну с невыгодной стороны. Во-первых, у меня не работа пиарщика, я не в пиар-службе команды Анжи, и у меня нет обязанности раскрывать этих персонажей заведомо с выигрышной стороны. Это другая работа. Это работа рекламщика, пиарщика, автора гламурных журналов, где публикации самовосхваления за деньги. Значит, у меня другая профессия. Я должен был раскрыть характер находящейся передо мной женщины. Её полное несоответствие выигранному титулу. Да. И дело всё в том, я ещё раз хочу сказать, что это явление, это не рассказ об этой несчастной Инне. Значит, посмотрите кино, там у меня эти героини таких же конкурсов, её спрашиваешь, назовите название страны, состоящее из двух слов. Она говорит, Устилимск. Я говорю, страны. Она, а, Нью-Йорк. Я говорю, страны. А для неё Устилимск вселенная. Потом там что-то щёлкнуло, глаза загорелись, она говорит, Куала-Лумпур. О. Во. Во. Значит, вот там весь, вот всё, это, это вот сплошной этот Куала-Лумпур, понимаете? Просто... Борис, ну вот смотрите, я тоже журналист, и моя работа тоже всё спросить. В интернете есть и такие упрёки, что всё это Жиркова знает, по крайней мере, вот на таком вот уровне. Она просто издевалась над Борисом Соболевым, отвечая таким образом. Ролева. Ваш ответ? Да, ну, не знаю. Слушайте, может быть, она настолько тонкая и изощрённая натура, может, я ничего в людях не понимаю. Не знаю, думаю, что всё гораздо проще. Она просто этого не знает. А скажите, вот, если честно, сама тема, ну, вот есть конкурсы красоты. Они как-то же всё равно волнуют очень ограниченную часть людей. Ну, там, в общем, все те, кто к ним не причастен, например, я, ну, как-то всё равно подсознательно уверен, ну, это вот, у них там своё, по своим правилам они играют. Вот, мне до этих правил дела нет. Если они между собой перераспределяют какие-то деньги, не мои, как мне кажется, во всяком случае. Ну, и пусть себе там... Всё равно это не моя игра. Почему вы взялись за эту тему? Почему она для вас оказалась общественно значимой? Ну, видите ли, во-первых, меня вообще интересуют красивые женщины. Вот, как-то так вот получилось, природа устроила. А до этого, говоришь, что умные. А можно, чтобы и то, и другое? Можно, можно. Надо только хорошо выбирать вокруг и смотреть. Продолжайте, Борис. Очень, очень искать, очень. Очень меня заинтересовал этот мирок. Настолько, такое невероятное жульничество, причём, понимаете, когда мы погрузились в эту всю систему, стали выяснять, как это, что работает изнутри, я сделал для себя удивительное открытие. На мой взгляд, это вообще масштабнейшая глобальная мистификация. Значит, когда мы начинали тему, мы начали с какого-то мелкого регионального конкурса. Выяснилось, что там тарифы за каждое место, сколько-то это стоит. Потом перешли к всероссийским. Они себя называют громко национальные конкурсы. Значит, там их 5, по-моему, 4-5 таких вот крупных конкурсов. Выяснилось, что всё то же самое, что там на крупнейшем российском конкурсе «Краса России» место стоит 500 тысяч долларов. Значит, на «Мисс Москвы» место стоит 300 тысяч долларов. На «Миссис России» и «Мисс Москвы» от 250 до 350, всё наличными, желательно. Значит, всё это есть в нашем фильме. Все эти тётеньки объявляют это в кадр. Это снятые переговоры на скрытую камеру. Была именно задача показать не домыслы и предположения, а доказательства. Я считаю, что мы с моей группой доказали, что это жульническое абсолютно ремесло всё. Подождите, а если бы это был честный конкурс? Ну, вот там выбирают самую красивую женщину. Ну, и что? Честно выбрали... Ну, тогда не было бы этого расследования. Не, ну, а я не понимаю. Ну, вот что нам от того, что... Я вам скажу, нам с вами, поскольку мы не являемся потребителями вот этой информации, в общем, ничего. Значит, огромной аудитории, которая потребляет это, для которых издаются гигантскими тиражами глянцевые журналы, которые ежедневно заходят на соответствующие интернет-сайты. Я... Понимаете ли, вы не обижайтесь, но боюсь, что на сайт Вести.ФМ людей заходит меньше, чем... Да, меньше. И мы не обижаемся. Значит, в том-то и дело. Так вот, громадная аудитория вводится в заблуждение. В общем, это обман многомиллионной аудитории. Кроме того, это абсолютно неверное ориентирование молодёжи, в особенности девочек, которые читают всю эту пургу, выбирают себе роль этой модели, королевы красоты, или что-то, как жизненный карьерный ориентир. В итоге всё заканчивается просто жизненными катастрофами. Мы это показали. Ну, ведь, с другой стороны, даже богатых, но страшненьких же не выбирают. Всё равно там красавицы. Значит, там... Красавицы, но с деньгами. Там работает вот это как. Я чуть-чуть продолжу. Мы двинулись ведь дальше. Мы побывали на так называемых мировых конкурсах. Вот это уже то, что распиарено на весь мир. И то, что цитируется в англоязычном, испаноязычном, китаеязычном интернете, это то, у чего уже аудитория миллиардой. Ну, слушайте, нам сказали, пожалуйста, 4 миллиона долларов, и на следующий год побеждает Россия. У вас будет национальное торжество. Будете у себя там в России прыгать, радоваться. 4 миллиона долларов. Стоит национальное торжество и повод для гордости жалких 4 миллионов. Мы и больше платим, лишь бы был повод для гордости. Слушайте, я думаю, что вы уже почти готовы заплатить. Нет. Мы платим за многие другие поводы для гордости. Ну, если это повод для гордости для кого-то, ну, не жалко, лишь бы людям праздник устроить. Ну, господа, ну, что же такие глупые праздники? Ну, может, массовое шествие какой-нибудь там, день города Москвы стоит не меньших денег. Да нет, ну... Так, ну давайте мы все-таки сейчас вот немножко прервемся. Иначе мы, наша аудитория, она не будет нам звонить. Думаю, что мы между собой разговариваем. Азат, здравствуйте, вы давно ждете, простите, говорите. Да, здравствуйте. Ничего, мне очень приятно слушать вашу беседу, на самом деле. Знаете, я не смотрел фильм, но меня очень заинтересовал. Я вот с удовольствием посмотрел этот фильм. Ну, посмотрите, в интернете найдете. «Коронованные особи» называется. Очень хочу посмотреть. Что по поводу жену твою, значит, голосование, да? Я считаю, я полностью согласен с предыдущим собеседником, с романом. Жена действительно должна быть нисколько красивой, нисколько действительно должна отвечать на любые вопросы, поставленные жизненные, на свои поступки, грубо говоря. Как вам... Ну, красота одна со временем пропадет, а тупость останется. А можно я вас прошу? Вот вас. Жена должна, видимо, муж тоже должен, судя по вашей логике. Он же не может быть ниже интеллектом, чем она. Как звали князя Мышкина? Князя Мышкина? Поймал. Молодец. Ну, например. Молодец. Это я говорю совершенно... Это вопрос для всех. После новостей получим ответ. Ну что же, мы продолжаем говорить с автором фильма-расследования, коронованные особи Борисом Соболевым. Вы можете присоединяться к этому разговору. И с помощью звонков по телефону 232-15-59-495. И с помощью смс-портала 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. В итоге голосования первой части можно подводить. Есть основная масса написавших смс-ок на стороне Бориса. Все говорят про то, что вот тупая жена, это ужас, и чему она может научить детей, и трам-тарарам. Но вот, может быть, это и стало нервом обсуждение. Не случайно же в интернете действительно взорвалось? А почему она вот такая? А тогда, значит, мы так или иначе формулируем вопрос. А где вот эта грань, ниже которой, по нашему мнению, не стоит опускаться? Я вспоминаю свою любимую книжку «Картасера выигрыша». Там есть такая сцена, выходит человек на палубу и говорит, какое ужасное общество, не с кем поговорить о Шонберге. И вот это тоже... Володя, посмотри вот на смс-портал. Только что, это тебе пришло смс-сообщение. Я тебя перебиваю по делу. Я в том же самом векторе, в котором ты рассуждаешь. Зачем унижать ваших слушателей? Это к вопросу, как звали князя Мышкина. Конечно, наш позвонивший нам служитель АЗАД, по крайней мере, сразу с полпинка тебе об этом не скажет. Наверное. Наверное. У нас с тобой гуманитарное образование, мы знаем, а он не скажет. Нет, я специально посмотрел. И такие же у Бориса упрёки в интернете. Ему говорят о том, что он унизил молодую женщину, задавая вопросы. Смотрите, штука какая. Значит, я честно вам скажу, я вот так вот навскидку сказать, как звали князя Мышкина. Лев Николаевич его звали, как Толстого. Значит, я понимаю, что, видимо, это упоминалось в романе в проброс. В проброс. Значит, потому что он там всюду фигурирует, как князь Мышкин. Понятно, что это специфическое знание человека, хорошо знающего литературу, а, скорее всего, ещё и с филологическим или журналистским образованием. Вот у меня образование... Или вопрос ЕГЭ. Ну, господа, не одно ли это и то же, Борис? Вы спрашивали у женщины, которая не влечет никаким специальным образованием. Так вот, поэтому здесь сознательно всем, не ини, а им всем сознательно формулировались вопросы уровня подготовительной группы детского сада. Именно так. Значит, ну хорошо. Что для вас является известной отсечкой? Для вас лично? Вы понимаете ли, я... Или для общества сегодняшнего? Я считаю, что для общества, для сегодняшнего уже ничего не является никакой отсечкой. Значит, вот этот вот приём задавания элементарных вопросов, он довольно выигрышный по-журналистски, и используем мы его не первый раз. Так вот, прежде чем общаться с этими мисками, с двумя «С», такого же рода вопросы мы задавали выпускникам МПГУ. Это головной педагогический вуз Российской Федерации, бывший ленинский пед. Значит, так вот, юноша... Это у нас было в кадре, это был большой сюжет в «Вестях недели». Юноша, значит, аспирант кафедры русской филологии, который защищается сейчас по теме методология преподавания литературы в старших классах школы. Его спросили, с кем стрелялся Пушкин? Он ответил, ну, подумав, а Лермонтов, потом тишина, он... Вы что, прикалываетесь? Говорю, в смысле? И он стрелялся. Он ни с кем не стрелялся. Вы чего? Значит, ну, когда его задали вопрос, Эрих, Мария, Ремарк, это он или она? И человек ответил, что, ну, Мария, это, конечно же, она, ну, это как же так, как же так же. Значит, это человек, который уже закончил ПЕД и сейчас защищает кандидатскую. То же самое, аналогичные вещи мы спрашивали, когда была эта история с Бабуринским вузом. Помните, там пару месяцев назад прикрывали эту Шарашкину контору, это бывший институт торговли. Это прозвучало сейчас оценочное мнение. Да, это мое личное мнение. Оно может не соответствовать мнению радиостанции Вести-ФМ. Значит, так вот, когда пару месяцев назад все происходило, мы студенткам из этого вузика задавали вопрос, они экономистки все, кто написал капитал Маркса? Ну, это ступор сразу. Это, ну, куда? Какое-то куда-то. Значит, и в таком вот духе, ну, ответы, там, что такое казначейский билет Банка России? Ну, для выпускниц экономического факультета, одна там была с красным дипломом, это было открытие, что это, кажется, денежка наша, вот на купюрке-то написано, вот можно просто прочитать и так далее. Вот, на самом деле, это такая вот образовательная катастрофа целого поколения, и мы еще так нахлебаемся с этим. Вот, вот увидите, это же, за этим следует все, падение уровня, дикое падение уровня профессионализма во всех сферах. Вообще, такое создается на российских просторах царство непрофессионалов и дилетантов всюду. Такое царство недоучек. Это беда. А может, это будет царство узких, очень узких специалистов, в данном случае неземной красоты женщина. Вот ее специальность. Все. Что вы говорите? Ну, вообще, да, кстати, почему бы и нет? Надо еще зарплату им назначить. Я прерву. Просто за то, что они есть. Начинается война интеллекта. Владимир, расскажите, какой нормальный ток заряда АКБ-6Н-140М. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, у тебя сейчас есть время открытия в интернете, если посмотреть. Но все равно вопрос остается... Ведь самый главный вопрос, действительно, а что сегодня общество ставит в качестве такой планки? Вы говорите, что уже ее нет. Я, собственно, согласен, потому что действительно нет. И тогда вот все эти многомиллионные, там, статысячные комментарии по поводу того, какая это самая Инна, как она не хороша, ха-ха-ха и что-то еще, они лицемерны, по большому счету. Потому что если эти самые люди не предъявляют повышенных требований, скажем, к депутатам Государственной Думы, потому что спросите на вскидку, боюсь, что то же самое. Боюсь, что ответы будут аналогичные. И если мы не предъявляем претензии к тем людям, которые, там, не знаю, возглавляют то-се, от которых зависит судьба, почему, там, не знаю, падают и ракеты, и спутники, и что-то еще, и общество по этому поводу не волнуется вообще никак. И с каким уровнем, там, интеллект, образование человек занимает ту или иную должность, никого не волнует. А тут вдруг начинают тыкать пальцем в эту бедную девочку и ее обсмеивать. Вот это меня возмущает. А, молодая женщина, у нее двое детей. Вы лицемеры. Меня тоже. Вы лицемеры. Вы выбрали опять самое слабое звено в этом деле. Я тебе уже говорила в самом начале. Я согласилась с тобой. Ну, у нее амбиции. Она полезла выигрывать конкурс. Понимаешь, это разные вещи. Так она не полезла в Академию наук. Ты же понимаешь. Нет, нет, господа, значит, в конкурсе, слушайте, ну, там, в фильме же все сказано. В конкурсе, в программе конкурса есть пункт «Конкурс неожиданных вопросов». Значит, вообще этот пункт формально существует во всех программах этих, значит, джульнических этих балаганов. Он никогда не соблюдается, потому что устроители конкурса прекрасно понимают, что если начать действительно задавать неожиданные вопросы этим девицам на сцене, ну, это превратится в фарс. Все. Это же, ну, понятно, что будет. Влияние младенцев, конечно. Но, позвольте, в пункте программы есть. Каждая, кто идет участвовать в этом, она соглашается на это. Ну, хорошо, вот мы задали неожиданный вопрос. Ведь это же очень неожиданный вопрос. Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. А у вас была попытка взять интервью, например, у госпожи Федоровой, Оксаны Федоровой? Не только не было. Я для себя вот это взял, госпожу Федорову и конкурс, на котором она победила, и просто оставил за рамками повествование, потому что она работает на нашем канале. Мы ходим по одному коридору, ездим на одном лифте и даже иногда говорим друг другу «добрый день». Ну, что же, с чем же? Ну, пусть я вскрыл систему. Я уверен, что она вся совершенно гнилая. Нет задачи обязательно каждый раз переходить на частности. Ну, пусть каждый сам решает. Хотите, верьте этой Оксане. Хотите, не верьте. Ну, она красивая и ведущая неплохая. Так, стоп. Евгений, здравствуйте. Ваша очередь. Добрый день. Спасибо, что дождались. Я в эфире, да, это? Да, да, да. Говорите. Мне очень интересно было слушать ваши рассуждения. И мне кажется, вот эта проблема конкурса, которая у вас возникла, в том, что он весь продажный, это не проблема. Я, к сожалению, фильм не видел, но уже собираюсь его посмотреть. Это не проблема той девушки, которая давала интервью. Да что вы, а чья же это проблема? Это проблема организаторов конкурса. Я, как бы, у меня вот такое мнение по поводу грамотности или безграмотности населения. Вот, у нас такое обсуждение идет, как будто мы все кому-то что-то должны. Но, допустим, я ничего никому не должен, и моя девушка тоже никому ничего не должна. Но при этом ваша девушка пытается поучаствовать в какого-то рода соревнованиях и что-нибудь выиграть? Нет, дело в том, что если она выигрывает что-либо, это, как бы, ее заслуга. А может быть, заслуга ее молодого человека, то есть меня, да? И осуждать ее за то, что она выиграла, нельзя. Надо осуждать людей, которые допустили ее к тому, чтобы она выиграла. А умная она или нет, и в первую очередь здесь важно и со мной, комфортно или нет, и мне с ней. Понимаете? Понятно ваша точка зрения. Хочу, чтобы Борис успел прокомментировать до новостей. Да, значит, это, конечно, странно говорить, что это проблема этих устроителей конкурсов. У них ни у кого нет никаких проблем, господа. У них проблема одна. Найти богатого папика, который, как у них это называется, забашляет за свою девушку. И все. Кстати, всегда ли ищут они или все-таки папики тоже? А, это обоюдное движение. Обоюдное движение. В этом смысле Инна молодец. Она уже замужем с двумя детьми. После новостей продолжим. 45. И не забывайте, СМС-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Давайте вот звонок возьмем. Женщина дозвонилась. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте, да. Здравствуйте. Я бы вот тоже хотела высказаться в пользу этого фильма, то, что такие фильмы все-таки должны быть, чтобы показывать, как оно есть на самом деле. Потому что девушки, которые идут на конкурсах красоты, они хотят выглядеть идолами. У вас когда-нибудь было желание поучаствовать в таком конкурсе? Да, желания такого не было. Потому что именно красивой, да, я себя не считаю. Симпатичной, возможно, да. Так что выше головы, как говорится, не перемест. Нет, Татьяна, вы видите, вы же сейчас сразу как бы подразумеваете, что на этих конкурсах все-таки побеждают красивые. А Борис скрыл систему, когда побеждает кошелек на самом деле. Давайте я вас по-другому спрошу. Если кто-то вас поддержит деньгами, вы готовы поучаствовать? Нет. Нет. Понятно. Потому что я считаю то, что эти конкурсы должны быть именно честны. И должны честно показывать совокупность данных девушки. Как красоту, так и умственную сторону ее. А обязательно здесь умственный ее вот некий уровень в такого рода конкурсах? Обязателен по-вашему? Насколько я знаю, в каждом конкурсе красоты есть интеллектуальный конкурс. Есть. Ну вот по-вашему, он нужен? Может, не надо? Если умный нет, то это, получается, уже конкурс моделей, а не конкурс красоты именно к девушке как личности. Ну понятно. Спасибо большое за звонок. Конкурс моделей, если я понимаю, в классическом варианте, все-таки конкурс моделей одежды, а не это самое. Не-не-не, девушка-модель. А чем отличается? Девушка-манекенщица уж тогда. Тут к какому я еще выводу пришел, что поскольку нет никакого критерия отбора, то есть там ведь как? Нужно формально соответствовать вот этому стандарту 90-60-90, ну плюс-минус 2-3 сантиметра. Ну и более-менее миловидную внешность иметь, причем зачастую это менее даже, чем более. Все. Вот когда женщины прошли этот кастинг и формально всему этому соответствуют, дальше критерий отбора отсутствует. Вот финал. Вот их выстроилось 50 на сцене. Значит, то есть люфт, огромное пространство для фальсификации подлога заложено в самом формате, потому что в этом финале можно подойти к любой, ткнуть пальцем и сказать, ты самый красивый. И никто не усомнится. Конечно. Ну правда, ну правда, ну а если кто и усомнится, скажет, вы знаете, а в этом сезоне, в этом сезоне, вот модно рыженький, да, а вот в прошлом блондиночки, пойди поспорь. И все, и правильно. И все, и все. Потому что женщина же есть что, по сути дела. Женщина есть такая брошка, но нельзя мужчинам носить брошки, не принято. Поэтому вместо брошки у него рядом красивая женщина. Ну и оцениваем их как брошки. В этом сезоне модно такая. Да у нас будет видео-трансляция, чтобы увидели твое выражение лица. Илья, здравствуйте. Нет, а что? Нет, я с брошкой жить не хочу. Илья, здравствуйте. Не жить, выйти. Я вас слышал, не слышите? Давайте, давайте, включайтесь, они не остановятся. Пожалуйста, говорите. Да, вы знаете, вот я просто хотел бы, ну, сказать две вещи. Первая вещь, что, наверное, кому-то этот фильм действительно будет полезен. Хотя я думаю, что, ну, как бы сам факт, когда люди начинают меряться красотой, он является таким признаком нездоровым. О, молодец, я вас поддерживаю. Если говорить о ситуации вообще супружеской жизни, то вот такая древняя мудрость, русская пословица, говорит, что надо жену выбирать не глазами, а слезами. Ну, можно, как бы, дальше еще раскрывать эту тему. Ну, а я хочу сказать, еще другую, как бы, важную вещь, на мой взгляд, да, что это можно сравнить с тем же производством колбасы, с теми же, так сказать, вообще достижениями цивилизации, которые, когда начинаешь их рассматривать вблизи, конкретно, и уже, ну, так можно говорить, являться специалистом в данном разделе, то вам все скажут, да, и врачи, и милиционеры, что там внутри, в этой структуре, не все в порядке, мягко говоря. Вот, поэтому, как бы, сам вот этот факт. Ну, наверное, люди получают то, что они хотят. Когда человек хочет получить, уже здесь, сказали, брошку, да. А вы фильмы, Илья, вы посмотрели фильм «Корановные особи»? Да, я его смотрел, я не стал смотреть его целиком, потому что, знаете, как вот, ну, есть книги, которые можно читать пять раз. Я, например, «Здравствуйте, я вас, тетя», могу смотреть раз, наверное, десять. А вот какие-то фильмы я могу посмотреть раз, два, и на третий раз уже там, ну, так бы, он говорит, мне уже ничего не интересно. Я не могу это объяснить. Ну, просто есть какие-то внутренние ощущения человека, да, или там «Покровский ворот». Вот я, когда мне плохо, я ставлю фильм «Покровский ворот», и мне становится хорошо. Ну, это художественное произведение, а в данном случае фильм практически документальный. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Можно я прочитаю несколько смс-ок, потому что они великолепные периодически. Жена, которая уверена, что творог добывают из вареников, счастье для мужика. С ней не надо быть Андерсоном, когда объясняешь, где был ночью. Это Олег из Санкт-Петербурга. Во-вторых, ну, что вы хотите от человека, который в программе «Камеди Клав» на вопрос, на каком языке он обращается с своим одноклубником-бразильцем Роберто Карлосом, сказал на бразильском. Прелесть какая. Ну, правда, муж и жена одна сатана. Ну, и подбираются... Секундочку, в фильме ничего против Юрия Жиркова не было. Нет. Отвечаю. Ну, что вы, ну, талантливый футболист. Конечно. Вот смотрите, из Краснодарского края, отчасти смс-читаю. Возьмите ЕГЭ по биологии, много ли вы ответите? Вы знаете, так и говоря, Борис, это упрёк и отчасти справедливый. В том, что вопросы, я возвращаюсь к тому фрагменту, к интервью с Инной Жирковой, были подобраны... Тенденциозно. Ну, да. Ну, да. Конечно. Когда спрашивают, кто автор Павланы Загинского... Нет, ну, вы же знали, что она никогда не работала. Вы же знали... Ну, подожди, Володь, вы же знали, что она не обладает никакой специальностью, да? Секундочку. Вы могли её на чём-то другом. Нет, ну, зачем же? Во-первых, она сказала в интервью, что она закончила музыкальную школу с отличием. Да, секундочку. Насчёт, хорошо, Павланы Загинского был в тему. Музыкальную школу с отличием. Да, ну, хорошо. Ну, скажите, кто написал Грибоедовский вальс-то, если вы закончили музыкальную школу? Там же в первом классе музыкальной школы одним пальцем на фортепиано учат его играть. Касаемо музыкальной части претензий нет. А всё остальное? Вот солнце, земля, вот это всё... Ну, а всё остальное, это вообще уровень, так сказать, уже такой детсадовский, ну, может быть, там, первого, второго класса. А девушка, между тем, она же пишет в анкетах, что у неё, так сказать, высшее образование, она какой-то юрфак закончила. Да, вот такие дела, такие дела. Слушайте, у нас кандидатов, как известно, как собак. И им не стыдно за то, что они такие кандидаты. Алексей, здрасте. Это опять вопрос, чего мы ждём? Алексей, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я бы хотел высказаться, конечно, в защиту девушек, нежели... Мне, конечно, непонятно, почему звонят и говорят, допустим, что вот у меня девушка не совсем там ума далёкого и прочее. А вот я думаю, эти молодые люди таким высказыванием скорее унижают себя, чем, скажем, говорят о девушке. Потому что вот я выбирал свою жену будущую и живу с ней. У нас двое детей, она и побеждала и в конкурсах красоты. И знаете, никогда бы у меня не возникло мысли говорить о том, что, скажем, у неё что-то с умом или недалёкого ли она ума и прочее. Вот она свои 26 лет имеет два высших образования и при этом степень кандидата наук. Да что ж такое опять кандидаты наук? Спасибо, Алексей. Ну, мы поняли, да, что вы в защиту этих девушек. Ну, как бы ещё, знаете... Что спорт учёбе не помеха. Подожди. Я хотела бы, знаете, это ещё при всяком нашем сайте, достаточно принципиальный упрёк Борису. Фильм делался не одну неделю. И делали его десятки людей. То есть о его содержании знали сотни и тысячи людей. И могу предположить, пишет нам Антуан, что его содержание было тщательно и взаимовыгодно согласовано со всеми действующими лицами и авторами. Это же медийный мир. То есть Инна Жиркова купила пакетом и корону, и пиар. Да что... Ну, Антуан, ну, слушайте, ну... Вы считаете, что всюду заговор, всюду сплошной заговор? Значит, рассказываю. Ни о каких тысячах людей при работе над подобными фильмами, даже сотнях, не может быть и речи. Это труд узкого коллектива. Значит, сценарий и ход съёмок известен трем-пяти человекам плюс непосредственный руководитель. Значит, давление на группу всегда при съёмках подобных вещей оказывается огромное. Поэтому задача минимизировать вообще количество людей, которые осведомлены о ходе съёмок. Потому что просто оборвут телефон. Потому что есть ещё вообще задача пощадить моё начальство. Которому в случае чего звонки с утра до ночи, сверху, снизу, сбоку и откуда-то с намёками, просьбами и угрозами не пускать то или иное кому-то невыгодное интервью. Поэтому ни о каких там кругах осведомлённых лиц не может быть и речи. А взаимовыгодном согласовании, ну, слушайте, ну, я не знаю, какую выгоду можно... Кто-то мог поиметь, та же несчастная Инна или тот же Жирков от этого, я ума не приложу. Ну, что, ну, и зачем, главное? Ну, зачем? Никакой задачи, ещё раз повторю, нацелить это против этой девушки не было и близко. Мы рассказываем о явлении, и таких девушек им не с числа. Вот в чём проблема. А мы, увы, общество потребления, и давайте признаем это и раскаемся. Спасибо. Спасибо, Борис. С нами был тележурналист Борис Соболев. Спасибо.